Что если завтра никогда не наступит? Что бы ты делал сегодня? Забудь обо всём на свете. Подумай, на что бы ты потратил своё время сегодня? На себя или на того, кто рядом с тобой? Что если твоя работа — это единственное, которое будет у тебя? Что если твои отношения — единственные, и других у тебя уже больше не будет? Что если всё, что у тебя есть сейчас — это предел, и больше уже ничего не будет? Что ты тогда будешь делать? Задумывались ли вы, что если бы вы могли прожить свою жизнь снова, вы бы сделали гораздо больше, чем сейчас? Это доказывает то, что то, что мы делаем, и то, чего могли достичь в жизни, это лишь вершина айсберга в сравнении с нашими возможностями. Мы заметили кое-что странное в вашем анализе крови. Судя по анализам, ваше состояние здоровья таково, что у вас есть порядка 30 дней, чтобы привести свои дела в порядок. Я отказываюсь жить неполной жизнью. Если ты умрёшь прямо сейчас, что умрёт с тобой? Какие мечты? Какие идеи? Какой потенциал? Из-за твоего страха и лени ты сдерживаешь себя на месте, а потом осознаёшь, что ты так и не прожил полноценную жизнь и просрал весь свой потенциал. Что останавливает тебя? Ты слишком устаёшь, не высыпаешься, у тебя нет энергии, нет времени, нет денег. Это тебя останавливает. Или то, что тебя останавливает, это ты. Оправдания лучше всего звучат для того, кто их придумывает. Если кто-то и когда-то добился успеха, то и вы можете. Перестаньте придумывать жалкие оправдания. Перестаньте жаловаться, никто вас не слышит. Всем плевать. Вам надо сделать одного человека счастливым. Себя. Затем вы сделаете счастливыми и всех окружающих. Что для вас стало самым большим разочарованием? Самым большим вашим обманом? Не всё так просто. Это и есть самый большой обман. И эту ложь тебе повторяют постоянно. А что не так просто? Да всё. Абсолютно. Все хотят, чтобы ты сдался. Говорят, не всё так просто, Винни. И в чём же правда? Всё просто. Если говорят, что ты чего-то не можешь, сделай это. А и всё. И ты поймёшь, что всё очень просто. И так было всегда. Все как будто бы сошли с ума. Мы больше не выходим на улицу. Мы сидим по домам, заперевшись в своём маленьком мирке. И всё, что мы говорим, оставь меня в покое хотя бы дома. Что ж, я не оставлю тебя в покое. Я хочу, чтобы ты был в ярости. Хочу, чтобы ты сказал. Я человек, чёрт возьми. Моя жизнь имеет ценность. Какой бы след в истории, ты не собирался бы после себя оставить. Просто сделай это. Не самые умные люди добиваются успеха. А люди, которые не тянут время. Не оправдываются. А предпринимают действия каждый день. К своим целям, которые хотят достичь. В нашей жизни не счесть побед и поражений. Но никто и никогда не оценит просто усилия. Каждый раз, когда тебе говорят «нет», это приближает тебя на один шаг. К «да». Шаг за шагом ты становишься ближе к этому. И ты добьёшься всего, если не сдашься. Те, кто думают, что он неудачник. И что никогда ничего не добьётся в своей жизни. Просто помни, что каждый день – это новый день. Каждый момент – это новый момент. Иди и покажи всем, что ты совершенно другой человек с этого момента. У всех есть мечты. У всех есть цели. Вопрос только в одном. Какие усилия ты приложишь сегодня для реализации их? Если ты умрёшь прямо сейчас, что умрёт вместе с тобой? Какие мечты? Какие идеи? Какие таланты? Какой потенциал? Нам дан только один шанс в жизни. Не упусти его. Информация, которую я собираюсь с вами поделиться, имеет огромное значение и несёт в себе очень опасный потенциал. Некоторые из вас, возможно, никогда не задумывались о том, что я собираюсь вам поведать. Но при этом каждому когда-нибудь приходилось сетовать, как коротка жизнь, и как мало мы успеваем сделать в отпущенный нам срок. Мои аргументы – это простейшая математика, рассчитанная на тех, кто готов нести ответственность за прожитую жизнь. Поэтому, когда вы узнаете всю правду, приготовьтесь к разочарованию, но будьте так же и готовы что-то изменить с этого самого момента. Представьте себе, что вы дожили до 90. Вот представьте, что прожили 90 лет, вы родились в 1970, а умрёте в 2060. 90 лет. Вот счастье-то. 90 лет – это очень много. Большинство доживает до 70, может, до 80. Кое-кто помирает в 60 или даже в 50, если был рабом своих страстей. Но в среднем люди живут чуть больше 70. Ну, допустим, вы дожили до 90. Умножим это число на 365. Получается 32 850. Вот так. Вся жизнь прошла меньше, чем за 33 000 дней. Да и что ещё хуже? Вычтите 3650. Десять лет, которых всё равно не прожить. Да ещё 4 года в начале и 6 в конце, остаётся 29 200. А в сутках 24 часа. И мы все любим поспать, но возьмём на сон 8 часов. И третья часть от 29 200 превращается в дым. Остаётся 19 466 дней. Меньше трёх тысяч недель. Точнее, 2780. Ну? Как прошла эта неделя? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok